Всем доброго времени суток! Меня зовут Светлана. Для тех, кто впервые зашел на мой канал. Я продолжаю показывать свои растения и сегодня вы увидите продолжение. Оставайтесь те, кому это интересно. Продолжим! Перед вами Хлорофитум, который мне отдали в одной конторе. И он у меня был на даче, развивался, выбросил несколько стрелок, подарил много деток. А рядом соседствуют рассеченный Сингониум и Баттерфляй. И все они дружат. Так, хочу перейти вот к этой стеночке. У меня здесь появились новые полочки. И я вам сейчас все покажу и расскажу. Итак, приступим. На самом верху у меня здесь вот хамедорейка. Прекрасно она себя чувствует. Когда солнышко в обед появляется в этой комнате. И на эту стеночке. Так, хочу перейти вот к этой стеночке. У меня здесь появились новые полочки. И я вам сейчас все покажу и расскажу. Итак, приступим. На самом верху у меня здесь вот хамедорейка. Прекрасно она себя чувствует. Когда солнышко в обед появляется в этой комнате. И на эту стеночку прекрасно попадает. Следующее растение. Аглоанема. Если я не ошибаюсь, Мария. Рядом. Аглоанема. Вот такая похожая. Точно я тоже не могу сказать, как она называется. Напишите, пожалуйста. Они обои Марии. Или какая-то из них по-другому называется. Буду вам благодарна. Рядом у меня стоит Тамайка. Моя девчоночка милая. Нравится мне бегония Тамайя. Тростниковая бегония. Она у меня так шикарно в Ставрополе цвела. У нее такие кисти шикарные. Просто чудо. Здесь ей света, конечно, не хватает. То ли, возможно, пока что она в раздумьях цвести или нет. В связи с перестановочкой. В общем, внизу, внизу, вот пониже полочка тоже Тамайка стоит. Видите, у нее какой прям стволик. Пошел. Сейчас я вытащу ее. Посмотрите, какой у нее стволик. У меня есть короткое видео. Когда я жила в Ставрополе, ездила в большой цветочный магазин Планета Лето. И вот там очень интересное растение. Я увидела, похоже на Тамайку. Такие же листики. И у нее вот стволик, как бы, значит, штамбовое деревце. И такие красивые грозди. Грозди цветочков розовых. Я просто в восторге. И вот у меня, кстати, одно такое вот деревце начинает расти. Тамайка у меня давненько. Ну, как давненько? Ну, года два точно. Так у меня она не росла. Может быть, она потом вот так и раскидится начнет расти. Не знаю. В общем, жду, когда больше солнышка будет, тогда она, конечно, у меня будет цвести. У меня будет, ну, чаще цвести. Сейчас она, как бы, призадумалась. А вообще она очень благодарная Бегония. И постоянно вас будет, и неприхотливая, вот что я хотела добавить. И будет постоянно вас цветами радовать. Приобретайте, если есть, конечно, такое желание. Вот. Дальше у меня тут, ой, стоит кустик. Вот такой традисканции. Стоит себе, развивается. Ну, неплохо. Ну, в общем, у меня их несколько горшочков. Этот я продам, скорее всего. Вот рядышком. Такая у меня милая традисканция. Ой, я сейчас подвинусь, а то я упаду. Девочки, продолжаю свой обзорчик с другого ракурса. Полюбуйтесь на эту традисканцию. До сих пор не знаю, как она называется. Она со мной покаталась и в Ставрополе была, и чудом я ее сохранила. Я оставила там огромный кустик на холодильнике в квартире, где мы снимали с сыном. Вот. И прихватила всего несколько веточек. Она, слава богу, вот выжила. Посмотрите, какие у нее листики с изнаночки фиолетовые. В общем, красивая, перламутровая такая она какая-то. Напишите название, девочки. Напишите, пожалуйста. Так, опускаемся ниже полочкой. Это мне совсем недавно соседка Людмила подарила. Хотела я давно. Была она у меня, конечно, когда-то. Она растет огромным кустом. Это лимонная геранька. Вот. У нее запах очень приятный, специфический, на любителя. Кустик украсит ваш интерьер в квартире, в комнате. И очень милая, очень милая такая малышка. Так. Здесь у меня... Сейчас дотянусь. Здесь у меня вот такой сингониум. Напишу название. Как-то он там микро-микро. Вот листик один попортился. Череночек я у него взяла. Покупала я его в Донецке, в одном из магазинов. Нравится он мне, да. Интересный такой сингониум. Вот так-то. Дальше у меня вот такая фиалочка. У нее красивые листики. Они у меня тут были в ряд. Фиалочки стояли. Ну, в связи с тем, что у меня появились эти полочки, я повыставляла фиалочки. Ну, смотрю. Вот это вот. Такая неприхотливая. И она решила вот адаптироваться к этим условиям. А две других... А другую фиалочку, одну я убрала. Это осталось у меня розовое. И вот туда дальше привезенная со Ставрополя. Такая кобальт. Цвет кобальт. Красавица. Это малышка у меня. Хамедорейка. Если у меня есть фото... Да, фото есть у меня. Я вставлю, как цветет. Вот это. Так, посмотрите, как она цветет. Вот это красавица. А эту я, кстати, покупала сортовую фиалочку из Ставрополя. Я привезла очень такая интересная. Вот такая она раскрасавица. Что интересно, два разных фото и цвет тоже вот так меняется. Вот поближе вам покажу, какие у нее листики. Еле довезла со Ставрополя. Были заморозки. Очень... Хотя они были в контейнерах. В общем, чудом выжила, называется. Я сейчас вот на таком перепуте, думаю, оставлять мне фиалки или избавиться от них совсем. И что-то как-то новое, что-то более интересное. Что-то мне очень нравится... О, пропустила я маранточку. Как я могла. Мне нравятся сейчас маранты. Вот хочу купить маранта лайм. Еще там какие-то другие сорта. Я бы... Я с удовольствием бы купила маранточку новую. Неприхотливая. Такая малышка благодарная. Ой. Вот эту, кстати, девочки и мальчики, кстати, тоже любят смотреть и вести свои каналы цветочные. Маранта, это привезенная из Ставрополя. Да, я, когда была там, ездила, значит, в магазин. База одна такая есть. Я там... Или мир цветов, или мир растений. Точно надо посмотреть. Напишу вам. Вокзальная 2. Кто живет в Ставрополе, девчонки, поезжайте, покупайте. По уценочке, и у вас будет вот такое вот благодарное растение. Я ждала, когда она уценится. Было 3 листика у нее. И когда в другой раз я приехала, у нее всего один листик оставался целый, живой. А два уже засохли. И я ее все равно купила. Точно не помню, за сколько. Но это что-то до 100 рублей или чуть больше. Недорогая. Вот. Купила. И вот она у меня. Это я уже у нее череночки взяла. И уже даже продала излишки. Так что... Вот. Это один из цветок, который я хотела бы иметь еще один. Какой? Несколько. Два вида, может быть, ссоры. Вот. Маранта лайм. Это точно. Мне понравилась. Очень такая. Интересная. Дальше, девочки. Это растение пальмочка, орека. Я привезла ее из Ставрополя тоже. Вот она у меня так... Уже год, наверное, прошел, как я... Скоро будет год. Как я приехала из Ставрополя. И она у меня вот так вот адаптируется все. То стволик у нее вот какой-то желтенький. То вот эти листики... Вчера я ей стрижечку сделала. Вот. И выбросить жалко. И решила ей подстричь эти кончики рыжие. И все равно рыжина еще не спала. В общем, даю ей шанс исправиться. Живи. Живи, моя красотка. Иначе... Иначе у тебя будет другая участь. Так. Не очень хорошее освещение. И все же видно, я надеюсь вам, девочки. Это Драценко Маргината. Мне ее Людмила подарила, соседка, ближайший дом. Она часто спасает мои растения. Ну, как... Периодически. Когда я уезжала, я отдавала некоторые цветочки. И вот смотришь, то бальзаминчик мне какой-нибудь возвращается, которую я не смогла спасти. В общем, спасибо, Людмиле. Вот. И эта Маргината, значит, она у меня уже сходила на нет. Все. Была голая, лысая. Ну, и я, когда уезжала, она у меня здесь дома оставалась. Посмотрела на нее. Убрала, вытащила ее с земли. И поставила водичку. Корешочки дала. И вот, посмотрите, уже она преобразилась. Вот три у нее пышных макушки. Вот такие пошли. Так что, девчонки, давайте шанс растениям. Дальше едем. Рядом у меня вот такая подставочка, которая очень-очень хорошо экономит место. Наверху у меня сансевьерия дунери. Вот у нее, посмотрите, деточка лезет. Вот. Был у меня еще такой горшочек тоже со взрослым растением. Я ее уже продала. В общем, излишки я убираю. Здесь у меня... Кстати, деточка у меня еще одна есть. Я ее тоже продам. Обращайтесь, если кому нужно. Неприхотливая, неприхотливая. Дальше. Это растение у меня называется Драцена. Драцена суркулоза. Вот в таком она виде. Такая вся салатовая, пестрая. Капризничала долгое время. Вот сейчас она уже так, более-менее. Брала у нее деточку, я уже продала. Вот пошли вот такие новые листочки. Свет такой не очень. На улице пасмурно. Солнышко немножечко появилось. Вот. И спряталось. Так что, девчонки, как есть показываю. Так. Это у меня мой милый красавчик, кратончик. Я его тоже из Ставрополя привезла. Да, тоже пауценочки брала. Это вот как бы по распродаже. Я так поняла. А это пауценки. Всего два листика было. Старых, корявых. Вот что-то мне захотелось его купить. Сжалился, видимо. Так напросился он мне. И посмотрите, как он меня отблагодарил. Девочки. Наверное, больше десяти листиков подарил. Два старых я убрала. И он омолодился. Даже еще горшочек, наверное, старый. Так. Вот такой. Вот такой. Красавчик. Вот такой. Нарастил листву. Правда, пестрости не прибавил, потому что не хватает света. Опять девочки. Такой период сейчас. Время покоя у многих растений. Дальше там у меня прячется Рео. С дачи я выкопала. Принесла домой. Ну, вот так вот. Пока что. Вот в таком она не очень. В невзрачном виде, скажем так. Но силы уже набирает. Силы уже набирает Рео. Так, рядышком. Рядышком у меня вот такая. Вот такой, вернее, спатифилум. Который у меня уже, можно сказать, умер. Когда я приехала со Ставрополя, я увидела. Вот, видите, желтый. Желтый такой срез. И то я его до конца не убрала. В общем, все листья были вялые, поникшие. Я его полила, обрезала все, что не нужно. И он воскрес. Посмотрите. Посмотрите. Пару раз цвел. Сейчас какое-то затишье. Наверное, солнца не хватает. Ну, вообще-то, неприхотливый такой у меня спатифилум. Да, начали. Иногда у него бывают желтеют кончики. Что-то ему не нравится. То ли я, потому что его переставила, вот, жду его цветения. Так, здесь у меня, вот в таком страшном горшочке, растет, ой, роэлия, роэлия. Голубыми цветет. Это мне соседка Галочка дала. Цветет голубыми цветочками. Можно на улице высадить и будет себе цвести. Стреляет у него, значит, у этого цветочка есть такая способность выстреливать семенами. Так я поняла. Потому что можно увидеть его и в другом горшке. Вот. Такое неприхотливое растение. Любит много солнца. Солнце и любит полив. Да, полив, конечно, очень любит. Такая. Так. Дальше, девочки. Что у нас тут? А у меня тут вот что. Вот что. Эпифилум. Или лесной кактус. Его еще называют. Неплохо развивается. Я уже его ставила и в другую комнате. Вообще люблю перестановки. Цветы у меня гуляют по всей квартире. То там, то сям. Вы, наверное, тоже пишите в комментариях, как вы любите переставлять свои растения. Ну, в общем, дали мне тут два или три цвета. Белый и красный, это точно. Когда зацветет, не знаю. В общем, все хорошо. Так. И тут у меня спрятался, кстати. Сейчас, сейчас, сейчас. Молодчай. Ой, 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 хоть бы не сломать его. Сейчас я вам, девочки, покажу. Вот. Вот он, молодчай. И посмотрите, какой салатовый листик. И прихотливый. В общем, у вас, у многих есть такое растение. Пусть пока постоит. Так. Перемещаюсь. Конечно же, многие из вас узнают это растение. Педилантус. Педилантус. В общем-то, нормально он у меня растет. Может быть, не так быстро, как мне хотелось бы. Была у него деточка. Хорошенькая такая. И ушла к новым хозяевам. Теперь у меня вот, вот так вот, вот так он растет. Иногда у него бывают листики желтеют. Вот, видите? Что-то или перелив. Рядом, рядом у меня гипиаструм отслетает. Я все пыталась видео сделать. Ну, короткое есть видео, конечно. У меня вот здесь на окне стоял гипиаструм с двумя цветочками. Этот уже с тремя. Это с другой комнаты я принесла. Здесь больше света. Ну, уже отцветает. Уже отцветает. И эти листики я скорее... Соцветия вот это все я уберу сегодня. Чтобы он не отдавал все силы. Пусть набирается. Новых сил для новых цветений. Так, рядом. Вот рядом. Вот это все, что осталось от моей бегонии фиста. Смотрю вчера. Тут поливала цветы. Смотрю, паникли листики. Какие-то они такие нездоровые. Думаю, может быть, вредитель даже. Ну, вот. Решила убрать листики ненужные, чтобы растение вообще, так скажем, не погибло. Вот. Подумаю, что мне дальше делать. И рядом тоже вот растение стоит у меня. Хочу вас попросить совета, девочки. Это у меня пилея пепперомевидная. Насколько я понимаю. Вчера я протирала. Фитоспорин плюс дегтярное мыло. Жидкое у меня есть. Для профилактики, скажем так. Вот смотрите, листики у меня были все время вот такие. Вот такие. Красивые, глянцевые. И вот что вот это за бугры, что это за листики такие. Что за такой вот ответ на мой уход. Что это такое, девочки? Ну, пожалуйста, напишите мне в комментариях, что это такое. Дальше, дальше, дальше. Это у меня... Ой. Это у меня моя любимица. Аптенеево-регатное, которое я и на даче высаживала. Там она прям и жирует, и очень набирает массу быстро. Ей нравится жить на природе. Поэтому у кого есть дача, цветнички, девчоночки, не переживайте, высаживайте. И да, я передумала, все рассуждала. Как же так? Растение-то суккулентное. И как же там? Там все лето, года два назад я еще начала его высаживать. Вау! Вау, вау, вау. Так, так, так. Стоять. Вот так бывает. Снимаешь видео. А она прям смущается. Смущается. Падает. Вот так вот. И что хочу отметить. Был у нас такой, такое лето, прям заливало, постоянно заливало. То ветра, то прохладно. И все она вот, все она какие-то непогоды выдерживала. Поэтому прям советую вам. Не бойтесь, высаживайте, и вы увидите все сами. Так, рядом Стефанотис. Уже он у меня отцвел. Я вставлю вам фото, чтобы вы полюбовались. Бедное растение. И цвело, и мучнистый червец на него напал. Это такой гаденыш, который, конечно, любит питаться соком растений. А как вы с ним боретесь? Я вот листики протираю. Протираю листики дегтярным мылом. Как-то фитоверм, по-моему, фитовермом как-то поливала. Я уже, честно говоря, вот химией не люблю пользоваться. Может быть, я и неправильно что-то делаю. А как вы? Как вы? Напишите в комментариях. Как вы боретесь? Я так думаю, чем больше ты борешься с этими вредителями химией, тем их больше. Вот я как-то так рассуждаю. Потому что все-таки нарушается какая-то, естественный какой-то ход нарушается. Вот такие у меня мысли на ходу. Так, рядом у меня зига-кактус. Еще его называют шлюмбергер. Вчера убрала у него цветочки белые. Потому что они такие, какие-то вот прям сморщенные стали. Отцветают. Думаю, ну что такое? Почему эти бутоны не наливаются так быстро? А ведь нормально развивался этот цветочек. Когда посмотрела, а у него там паутина, и прямо внутри у него была паутина. И мне пришлось убрать эти цветочки, отправить горячий душ, сделать для него. Ну, посмотрим, посмотрим, девочки. Что бы вы сделали на моем месте? Пишите комментарии. Очень интересно вас послушать. Затяжное у меня видео, наверное, получится. Я уже завершаю, девочки. Не буду ваше время забирать. А кто, значит, устал смотреть, никто никого не держит, конечно же. Это такое дело. Все мы понимаем. Так, это у меня стоят растения в водичке. Вот такие корешочки. Рассеченный сингониум и пидатум. Так, здесь у меня псевдоэронтенум. Людочка мне соседка отдала. У меня все разобрали, можно сказать, и я осталась без него. И мне Людмила отдала тросточек. Кстати, вот этот вид псевдоэронтенума проверяйте, девочки, на щитовку. Любит она очень именно этот вид. А вот рядом стоит псевдоэронтенум, мой красавчик и любимчик. Кстати, это тоже вот маранта. Вот этот у меня псевдоэронтенум, который мне очень тоже нравится. Это... В общем, надо сделать топ, 5 топ моих растений, которые мне очень-очень нравятся, от которых я бы не отказалась в дальнейшем. Так, рядом у меня стоит дипоэстас, вот такой розовый. Ну, любит он, конечно, больше света. Почему? Потому что в этом-то его и яркость вся. Вот я его убрала с окна, вот сюда поставила вчера, хотя на окне стоял. Вот такой он яркий, когда получает достаточно света. Вот. Посмотрю. В общем, перестановки я, конечно, люблю, а цветочки не очень-то, это точно. Хотя... Хотя надо наблюдать. Вот. Так. Ну и в завершении своего видео тут покажу вам... Так. Каланхоя цветущая. Однажды я его подобрала, можно сказать, на мусорке, когда на дачу шла. Смотрю, валяется. Растение зелененькое, красивенькое. Я вот подобрала, и оно у меня уже цвело красными такими вот цветочками. В общем, наблюдаю, наблюдаю. Следующее мое видео будет... Это уже третья часть будет. Я вам покажу на окошке. Сегодня я вам показала на комоде. Вот эта стеночка. Еще раз пройдемся. Ну, а в другой раз я вам покажу мои цветочки, как себя чувствует, на окошке. А вам огромная благодарность за то, что вы посмотрели это видео. Пишите свои комментарии. Возможно, они кому-то помогут. Всего вам самого доброго. Пусть ваши цветочки не болеют и приносят вам радость. До встречи. Долго Мурчик держался, не трогал мои цветочки. Тут, видимо, витаминчиков не хватает в организме. Я ему разрешила. Этот цеперус я буду переукоренять. Разрешила ему немножечко полакомиться. Надо уже что-то ему купить.